почему не все тихо и не шучу у нас тут тачки на сумму более 250 миллионов долларов одна из них стоит аж 100 миллионов и мы будем плавать на них нихуя и даже летать чтобы показать вам почему они такие дорогие начнем с этой тачки за 1 доллар не поняла ржавой ты еще хламиндию не видел братом почему вы продаете эту машину за доллар как видите она бесполезна я не могу вкладывать в нее не времени не день берите этот доллар и по рукам понятно что это кусок мусора но если потратить 20 тысяч на ремонт она поедет ладно это этого красавца алиса 20 тысяч долларов в рубли миллион девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот рублей но можно же новую купить нахуй я не думал что она заведется вот это это 20 тысяч долларов был у меня план тоже самое с вами и сделать ну чтож это было бля нихуя переход легендарно хорошо что я вышел машина за 100 тысяч долларов которая едет сама не шучу сейчас в ней никого нет и она движется посмотрим за что просят 100 штук в ней очень много места одна из немногих машин в которых помещаются все мои дети у тебя есть дети да вон они давайте прокатимся теслу покупают именно потому что она может ехать сама и так я больше не управляю машиной она перестраивается она буквально едет сама я не касаюсь педали газа и не касаюсь руля джиме хочешь сказать что можно спать за рулем нет не делайте теперь посмотрим как быстро она может ехать и это только начало дальше у нас будет тачка которая превращается в самолет или то значит интересный факт я посмотрел видео про мистера биста я охуел он сказал то что у него там какие-то блять наблюдения они все замираю замеряют какую-то хуйню и круче они подожди он теперь поменял короче я посмотрел видео где было сказано что видео смотрят дольше если на превьюшки у него закрыт рот и они поменяли на всех превьюшках рот на закрытый но теперь видимо они поняли то что он должен улыбаться и он везде улыбается на везде были для чего за прикол абсолютно везде и примерно одна и та же улыбка вообще для везде одинаково прикол чуть не врезался оставили ключи как ее никто не украл цена и стоит в два раза дороже место в ней в два раза меньше не уверен что отдал бы за нее 200000 я в ней не помещаюсь они вообще умеют водить ламборгини как включить передачу думаю надо нажать переключатель порядок теперь мы это хуйня это скучно если честно тесла поприкольнее подешевле и может сама хотя бы ездить у нее там прикольно дверь открывается это просто блять о подборку роз боже мой как она несется да уж сил у нее полно боже эта тачка просто безумие я едва касаюсь газа мы уже летим я не думаю что водил машину быстрее ты если хотите что-то компенсировать то эта тачка для вас а теперь машина за 300 ну да они прости пали потому что хуйня лишь лора по мнению некоторых самая безопасная в мире она словно танк эта машина военного образца ого какая она высокая просто ты только что сидел и марина сравнение разберемся почему она такая безопасная во-первых пули непробиваемые стекла надеюсь по нему построй толщины кроме того она покрыта броней защиты от взрывов которую мы испытаем позже карл хочешь нажать на кнопку очень хочу хочешь включить домовую завесу прикольно но что интересно и безопасность машины заключается не в этом а в этом взрывозащитном корпусе и мы будем первыми кто испытает его на прочность кстати прежде чем взорвать тачку за 300 тысяч мы взорвем обычную и посмотрим мало того что она горит так еще и манекенов выбросила наружу и на делали в деле она плохо справилась не прежде чем взорвать эту тачку я положу в нее феста был лучше защите мой чертов шоколад утверждается что машина защищена от взрывов но никто это не проверял посмотрим выживут и значит еще интересный факт который я пронаблюдал все законы о рекламе маркетинг он гласит то что в рекламе должно как это сказать вам предмет должен по назначению использоваться вот то есть ну условно кока-колу должны пить вот и все то есть он это создал создана для питья и должны пить и поэтому мамиксу не давали делать фонтан из кока-колы ему кока-кола не выделила этот фонтан потому что ну вы же его пить не будете блять это такой бред вот мистер без блять взрывает машину и по шоколад нахуй ща взорвем для эпоху и все заебись все равно реклама то работает наоборот просмотров до хуища и манекены и что еще важнее фестаблс 1 что-то вообще ей пухой наверно потому что она мега типа тяжелая просто подпрыгнула машина пережила взрыв получив лишь пару царапин на окне если вы ищете машину способную выдержать взрыв бомбы я официально рекомендую эту но раз воевать мы не собираемся туда платим 200000 и возьмем эту машину катер за обычный автомобиль разница не видно но вот что интересно это очень какой-то позор блять и ты реально стоит дохуя достаточно заехать на нем воду и он превращается в катер вообще в это хуйня деднул блять он будет как будто ее собрали вот нахуй вчера мне как-то не по себе мне не по себе а что она плавает это круто но слишком дорогим вроде работает посмотрим что будет мой бог вы едете по воде уже удерживать кнопку до сигнал а вот и сигнал теперь я могу управлять и как обычной машиной но на воде а нихуя но налет еще пять секунд назад выглядит интересно при машина я бы поехал с ними на меня укачивает и в машине и на лодке а так порядок таких условиях это вообще должно понадобиться слишком редкие условия может из-за этого цена такая большая но блять пули непробиваемая блять и взрывы устойчивая машина против нахуй машины катера нахуй и стоит она в два раза дороже чё за бред зря они дали мне сесть за роль почему это стоит 400 тысяч а это 500 тысяч стоит алиса 500 тысяч долларов в рубли 48 миллионов 420 тысяч рублей блять но за такое я бы хотел бы хотя бы отделку не квадратную какую-нибудь я не знаю вот так детка правило первое держи а выглядит как дешевка как залу дальше мы ездим кругами у они бублики на воде крутят устроили водоворот мы только что с ним познакомились устроим гонку он намного быстрее даже не старается давай быстрее о мы его обгоняем он тормозит не верится что мы его погнали машина очень быстро не знаю способа отпраздновать победу лучше чем съесть фестаблс держи фестаблс фестабл шоколад номер один на планете если вы его не едите вам стоит исправиться том что все трое если вы не вы не едите то вы не разочаруетесь ездят по машинах по океану этот безумие я обожаю это штука сложно поверить то это только начало видео следующая машина из списка может летать я вот на такие обзор смотрел карла и ноуна чувак что это разве на этой машине не только разрешено ездить по дорогам но она также может взлетать на два с половиной километра в небо в этой тачке реально пропеллер здесь и смотри как она взлетает я сяду в самолет и полечу следом я не верю что она правда взлетит она взлетает колеса уже не касаются земли машина становится все безумнее я не могу поверить вот тут я могу понять предыдущая 500 стоит она может плавать а это трансформирующийся самолет он всего лишь на 100000 дороже чё за хуйня тут дизайн какой-то чё-то изъебнулись там нахуй заплыл колеса поднялись алиса выключи сплит далее машина о бля я подумал понадеялся даже что по-настоящему они за миллион но я привез не одну как вы понимаете множество машин стоит один миллион долларов чтобы угодить всем мы собрали 10 самых крутых тачек за миллион долларов и как обычно в нашем распоряжении автодром поэтому я позволил друзьям выбрать любую машину я просто поеду с тобой выбора какая красотка я в помещусь ладно не буду сидеть в телефоне за рулем это частная территория тут это легально слушайте ну а я бы тут у костика спросил некоторые из них выглядят не как будто они на миллион они может быть затюнены но вообще я словно в гонках носка мне так весело это похоже на фарса есть что-то мужественное вождение дорогущих громких автомобилей на частном автодроме на частном автодроме погоди надо отправить сообщение ладно я надеюсь эти вставки правда я врежусь прошу нет пока парни катаются по трассе я покажу следующую тачку 2 миллиона долларов ограниченный тираж едет на водороде без шуток она работает на водороде а выхлоп это питьевая вода машина еще в стадии разработки так что это всего лишь прототип я никогда не испытывал таких трудностей при посадке в машину ну хорошо как она закроется первое впечатление дверь медленно сейчас мы свернем на дорогу это очень важно потому что этот автомобиль еще никогда не выезжал надо было мне раньше сказать эта машина испытательный образец поэтому езда на дороге вызывает сомнения смотри на ту даму она снимает наш автомобиль а пока мы едем я расскажу вам о телефоне samsung galaxy z flip 5 а особенность которого в том что он буквально складывается пополам ну половина размера кроме того я бы пристегнулся на ремня здесь нет до него пока не дошли за счет складного экрана flip 5 лучше помещается в карман а вам будет удобнее использовать два приложения пока сейчас покажу в нижней части у меня открыт гугл а верхней играет видео мистер абиста ого бро эта штука быстро и хотя вместо бензина здесь водород запас ходу у нее более тысячи километров не гуляйся на трехсот тридцати пяти километров в час еще у меня с телефона запись 4k видео формате 60 кадров в секунду можно записывать даже сложенном виде более того на samsung galaxy s 23 ultra есть разъем тайп си ни хуяся мы снимаем наши влоги зацените звук движка что такой классный звук фронтальная камера работает даже в закрытом состоянии флип 5 самый продвинутый телефон компании samsung перейдите по ссылке в описании чтобы купить его купите вокруг меня полно машин убирайтесь от моей тачки за 2 ляма увидимся у следующей машины а сейчас на трассе самая редкая и мощная тачка в мире стоимостью 10 миллионов кеникс что она что она так вейдер существует в единственном экземпляре это самый быстрый в мире серийный автомобиль боже серийный серийный это когда его выпускают типа его можно купить а это единственный экземпляр она не не мой в краске кузова дробленые бриллианты а страховая разрешила ездить на нем только владельцу думаю это крутейшая дверь который когда-либо видел ты псих делаем а сделаем а вот факт я довел взрослого мужика до слез правда оргазм да до смерти его напугал я откину голову назад чтобы не удариться секунду эта машина одна из самых быстрых на планете благодаря двигателю в 8 с двойным турбонаддувом а весь кузов сделан из углепластика поэтому весит почти на 220 килограммов меньше чем ламборгини я никогда не видел ничего подобного для мне не нравится если честно вот но и 20 килограмм не может быть может быть я как-то в меньше чем ламборгини я никогда ну когда у тебя сзади вот вот просто нахуй стена за что ну за что тут деньги за что деньги я не видел ничего подобного я словно на американских горках бога сердце колотится это безумие но это было потрясающе спасибо спасибо потусуем с джейм лена и увидим автомобиль за 20 миллионов и так джей лена более 20 лет вел тунайт шоу сегодня он владелец одной из самых впечатляющих коллекций автомобилей в мире в которую входит и этот макларен f1 за 20 миллионов долларов она после вашего стука что вообще не выглядит как миллиардер начала открываться это хайтер грабители даже не пытайтесь что делает его таким ценным движок в 12 углепластик он очень легкий разгоняется до 387 километров в час это до сих пор рекорд для автомобиля без турбонаддува вот кое-что интересное как видите здесь три места весит около тонны а большинство современных машин весят примерно тонны восемьсот его скорее можно сравнить мамой нолана чем с другим автомобилем именно так да маму нолана ориентировались при ее проектирование парни хотите прокатиться конечно я ни за что не влезу на среднее сиденье очень неудобно не так уж и плохо да неплохо совсем неплохо вполне удобно у меня тоже мыслишки богатый человек очень богатый человек в неужели заплатя столько денег он готов ну так унизительно залазить в машину нахуй он приходит говорит ребята блять друзья мои миллиардеры олигархи я себя купил ебать тачку не грех по мой сейчас мне сесть утонуться да сейчас на вот сейчас поеду короче сейчас буду ехать нахуй ребят все друзья нахуй этого миллиардера засмеют как ни странно три места очень удобно да это довольно интересно обычно здесь находится руль а будь мы в англии роль находился бы здесь ты можешь быть в англии а ты в америке каком году ты родился в девяносто восьмом вот девяносто восьмом и купил я вылез из мамы он такое давайте отметим рождение покупкой этой машины а вот и продолжение я твой батя интересно за сколько вы ее купили за 800 тысяч вау все тогда думали она никогда не а это хорошо купится но потом цена стала расти и расти и расти сейчас она стоит 20 миллионов это без нихуя не но если он ее за 800 купил по сути автомобиль приносил вам по миллиону за каждый год владений думаю можно и так сказать да карл что ты думаешь о машине мне нравится что тебе мешает купить ее 19 и 9 миллионов вы когда-нибудь попадали в аварию да спасибо за то что покатали нас нет проблем это было идеально следующее этому чулу так похуй автомобиля такие дорогие что всегда хранятся в музее вместе они стоят 80 миллионов долларов каким-то образом мы увидели музей дать нам эти машины отлично а вот сейчас видео сорвет вам крышу заведите этого красавца это 30 лямов теперь за 50 если честно мне больше нравится то что за 50 итак я в машине за 50 миллионов долларов 100 над медиа а чендлер машине за 30 миллионов с бобу кманом автомобильной легенды вы готовы а вы готовы я готов погнали авто где едет чендлер такое дорогое потому что оно было создано в качестве подарка основателю ferrari основателю ford это единственная версия этого ferrari когда-либо созданная осторожно яма не поцарапайте не замечаешь как плохи на больше коллекция не сядешь за руль автомобиля за 50 миллионов долларов машина в которой мы едем самый дорогой существующих ягуаров на нем ежедневно ездил легендарный актер стив макуин и он так че молния макуин блять к чоу шел скорость что его лишили прав я замечаю каждую выбоину а поскольку эти машины такие дорогие за нами едет полицейский эскорт который следит за тем чтобы никто к нам не подъезжал не с ума сойти и прибавим скорость как она едет прекрасно боя кепка а ну ладно пока мы развлекались мусором он разогнал эту машину за 30 миллионов долларов до предела и погодите торможите машина заглохла гореть секунду мы слишком разогнались машина за 30 миллионов заглохла мы вылезаем из машины пока не сломали прокатимся на первый в мире ferrari за 100 миллионов большинство представляет автомобиль за 100 миллионов долларов примерно так но вы удивитесь узнав что это автомобиль за 100 миллионов долларов выглядит нихуево он имеет такую историческую ценность что вводить его можно лишь этому музейному работнику нихуяся а ездить можно только по этому мосту полицейские перекрыли дороги мы попросили дорожных рабочих засыпать каждую выбоину и очистить всю улицу чтобы не нанести ущерб автомобилю за 100 миллионов долларов это будет безумие хорошо тебя безумие чел едет едва мосту боже мой взгляните на это 100 миллионов долларов мчатся по улице даже потерял бесплатная кепка к самому дорогому авто давай вы же потрясающе если что-то веселее этого ладно в топите погнали боже потрясающе надеюсь вам понравилось давайте сбросим ядерную бомбу на мост подпишись я куплю маме нолана беговую дорожку шучу мама нолана мы любим вас кстати вот рекомендации у меня охуянные можете оценить данное видео она стоила 100 миллионов долларов если что да вот боги стиля сошлись в поединке вот может чтобы не было а а а а а а а а а и а а а